Всем привет! Ну, еще тут парочка фенечек по работе с программой iaboot для создания мультизагрузочных флешек. Ну, что я вам хочу показать? Вот, посмотрите. Значит, на самой мультизагрузочной флешке. Вот сейчас я открою. В ней, как я уже и говорил, вот такая вот есть опция создать свой изообраз. Когда вы его создадите, укажете путь, куда сохранить. Вот я сохранил путь на рабочем столе. Причем, вот у меня, значит, я открыл в корневом режиме Total Commander. Как это дело делается, вот покажу еще раз. Смотрите, у меня Total Commander располагается вот здесь. Вот он. Вот его значок Total Commander 64. Так вот, по нему надо кликнуть правой кнопкой мышки и открыть его как администратор. Вот когда вы откроете его как администратор, значит, вот у вас получится вот такая вот картинка. Значит, я сейчас выскочу на рабочий стол. Вот получается изообраз. У меня, значит, там я подредактировал его все, со всеми там моими там наворотами. Значит, ну что, установочная винда десятка, ремонтный диск Сергея Стрельца, Linux Mint Sonomon я поставил 18.3. Вот. Да, практически у меня самое необходимое есть. Значит, теперь, значит, вот если вот этот образ взять и разархивировать, то получится папочка. И в этой папочке, значит, будут вот такие вот вещи. Значит, ну что, а вот флешка, на которой у меня тут все это в рабочем состоянии, вот только что проверял. Вот значок iBoot. Значит, я выбираю формат. Выбираю, значит, форматировать. ФАТ-32. Размер он дал 28 гигабайт, так что размер позволяет. Вот формат закончен. Значит, я это дело закрываю. Вот видите, и диск стал пустой. Теперь, значит, практически, запомните, Total Commander в корневом режиме. Вот я выделяю все файлы и просто-напросто, значит, самым наглым образом их копирую. Вот сюда, на флешку. Даю как бэкграунд, пусть там себе она бегает, прыгает. Значит, и 15.10. Отмечу время. Значит, на время копирования, значит, я прервусь. А затем вернемся снова. Итак, значит, образ был успешно разархивирован. Разархивирован и перенесен на флешку в течение 50 минут. Начали мы в 15.10, и перенос закончился в 16.00. Практически перепробовал я в самые разные программы для записи на флешку. И Эчер, и Руфус там пробовал. И еще там одна программулина была. У меня есть имидж USB. Ну что, они этот образ пробовали записать на флешку в течение от 4 до 6 часов. И все попытки закончились неудачей. Флешка не стартовала. То есть, практически, это вот только единственный образ, как я понял, что изообраз созданной программой IABOOT. Она создает его, создает компактно. Только то, что, как говорится, было записано на флешку. Он должен быть распакован в корневом режиме. Ну, я это делал Total Commander. Я заходил в папочку, где в ней установлен Total Commander. И по значку Total Commander, значит, правой кнопкой мышки открывал его как администратора. И уже оттуда, из этой папочки, переносил все файлы на флешку. И флешка, вот, практически нормально стартует. Значит, вот я вам покажу сейчас. Вот, смотрите. Вот, меню загрузки появляется. Нормальное менюшка. Ну, флешку эту я тут заскочил, перепроверил. Это самое, все пункты меню работают. Так что, для образов созданной программой IABOOT, значит, вот такой, скажем, не очень обычный способ записи на флешку. То есть, распаковка в корневом режиме и в корневом режиме, значит, перенос всех файлов на флешку. Вот, таким вот образом. То есть, вот, распаковали в папочку, зашли в папочку. Это все в корневом режиме. Взяли вот так вот, выделили все, перенесли вот сюда, скопировали вот, в 5 копии. Вот, на флешку. Ну, вот, у меня лично на моем 4-гигабайтной оперативке, вернее, памяти, ну, вот, у меня заняло это, вот, 50 минут. У кого-то, может быть, помедленнее, у кого-то, побыстрее. Это зависит уже, скажем так, от мощности компьютера. Вот. Ну, и, значит, еще, чем я пользуюсь обычно, когда выхожу из винды, вот у меня программка есть, называется она отключалка шпионов, у меня в кладовочке лежит. Я всегда иду в ней, значит, вот, нажимаю отключить, значит, обновление, сделать ее disable. Это вот, третья вкладочка сверху, затем я перескакиваю на первую вкладочку и нажимаю на destroy windows spine, то есть, отключить телеметрию и всякие там шпионские программы, винды. Вот. Мне особенной надобности обновлять там винду каждый божжный день нету. Надо будет, если ее обновить, но я могу это раз в год сделать. Скажем так. А все остальное у меня здесь уже на винде, скажем так, настроено, работает нормально, но я практически использую винду только вот из-за программы AyaBoot. Вот и все. Ну, в конце навыкидывается сообщение о перезагрузке. Я сейчас сохраню файлик и, значит, перезагружу компьютер. Ну, а теперь посмотрим, значит, какие возможности для того, чтобы сделать копию с флешки, имеются на Linux. Ну, вот у меня, значит, первым делом, для того, чтобы нормально в терминале работать и не смотреть тупо в пустой, значит, консоль, я всегда устанавливаю прогресс-бар. Вот эта команда. На флешке в файлике команды и видео найдете графу флешки и вот создаем изообраз. Вот, копируете вот эту команду, идете в консоль или в терминал, как кому нравится, вставляете это дело, нажимаете там Enter, там единичку нажимаете и, как говорится, процесс пошел. Вот. Значит, ну, я сейчас сделаю несколько почетче, чтобы лучше было видно. Ну, где-то вот так. Видите, да? У меня пишут, что этот пакет у меня уже установлен, а вы себе его поставьте. Теперь, значит, немаловажно определиться, на каком разделе у вас находится флешка. Самый простой путь. Вот, запускаете G-Parted. Ну, заводите сюда единичку, там или свой пароль, какой у вас. Вот. И ждете. Вот он начинает там шерстить все разделы, там проверять их. Ну, для вас важно только узнать буквы. На каком разделе у вас записана флешка. Там SDB, SDC. У разных по-разному, поэтому вам нужно точно определиться. Как у вас будет вот это вот все дело называться. Поэтому, значит, вот мы сейчас дождемся. Откроем флешечку. И нам от нее нужно всего лишь название. Название SDD. Вот практически и все, что нам нужно от флешки. Видите, да? SDD здесь, и вот SDD. То есть, нам важно название. Теперь идем вот сюда. Вот тут специальная команда для того, чтобы, значит, все это дело создавать. Ну, единственное, я, значит, вот сейчас уберу размеры, потому что у меня тут уже подработаны, несколько другие. И вот так я просто свою флешку обзову. Тут можете, тут уже, говорится, сохранить там все свои дела. Вот. Берете эту команду. Ну, копируете сюда ее. И нажимаете Enter. И, как говорится, процесс запустился и пошел. Сворачиваете клавиатуру, вишенку. Вот видите, чем хорош прогресс бар. Вот тут написано общее время на создание флешки, значит, 20 минут. А это вот уже сколько времени прошло от начала создания этого, вернее, не флешки, а создания изообраза или слепка с этой флешки. Итак, программа заканчивает создание изообраза. Обычно все изообразы, созданные, хранятся в корневой папочке. это вот здесь. Сейчас мы в нее выскочим. Вот этот образ. Да, вот он созданный. 20 минут ушло на создание образа. Но образ, который создавался в Инде, он там был порядка 11-12 гигабайт, компактный. А здесь, как видите, размер изообраза 30,8 гигабайт. То есть, это размер, скажем, флешки. Вот изообраз, созданный при помощи команды DD, который практически сделал полный слепок с флешки. Поэтому на флешку меньшего размера этот образ не пойдет. На флешку большего размера он пойдет, там хоть у вас будет 64 гигабайт, но он возьмет только 30,8. Вот такие особенности изообраза, который делает команда DD. Так что практически как в Инде, так и в Линуксе для тех, кто занимается мультизагрузочными флешками, есть вот такой как говорится выбор или набор программ, которыми все это дело делается. Ну и естественно значит вы уже можете пользоваться этим делом себе на здоровье. Ну а на этом значит желаю вам всего самого доброго, всяческих вам успехов и до новых встреч. до новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров